Соревнования на селе открытый характер уже первый турнир показал к ним большой интерес людей бильярдистов. Если тогда в 15-м году организаторы ограничили уровень участников кандидатов и мастеров спорта, то на этот раз таких ограничений не было. Игроки на самом деле приехали сильные. Будет красивая игра, будет интересно. И для зрителей, и для самих игроков тоже посоревноваться между собой, выяснить, кто в итоге сегодня окажется сильнейшим. На кого-то поставить ставку сложно рискнуть, потому что у всех есть шансы, у многих есть шансы, так скажем. У столов встретились все, от любителей до мастеров международников и даже чемпионов Европы и мира. Соперники достойные, все сильно играют. Будет борьба, безусловно. Легкой победы не будет ни у кого. Тут любой может заставить конкуренцию. Поэтому можно выделить четырех-пятерых игроков, но тут все хорошо играют, все забивают. Помимо заявившихся заранее участников, приехали спортсмены из Самары. Такая обширная география, предвещая Лаги предсказуемый результат. Мы здесь уже не первый раз и всегда были поражены гостеприимством, уровнем проведения турниров, мастерством игроков. И за опытом, и за эмоциями положительными едем всегда в Нижнекамск, Татарию. Интерес заключался в том, что жеребьевка была случайной. Любитель уже в первой партии мог попасть на международника. Так, к примеру, получилось у Виктора Ларионова. В турнирах участвует постоянно. В первой же стадии турнира он попал на Ильдара Вахитова. Мне кажется, Вахитов уже переживает, на самом деле, что будет играть с одним из организаторов турнира. Ему будет очень непросто собраться. Какие у меня шансы? Ну, шансов немного, но они всегда есть. Ясно. Ну, вы активно готовились, я слышал. Да, готовился, правда. Готовились. Скажем так, после лимайского турнира я удивил особо побольше времени русскому бильярду. Поэтому действительно готовился. Хочу сейчас играть на другом уровне. Но, к сожалению, в этот раз конкуренция была слишком сильная. Виктор Ларионов разделил с другими участниками 25-32 места итогового протокола. В стороне соревнований не остался и организатор турнира Дмитрий Сулейманов. Мне без разницы, с кем играть. То есть, я буду играть, как я умею, свою игру. И постараюсь лишь выиграть. У меня по плану войти в Олимпику. То есть, Олимпик у нас начинается с 16 игроков. И, ну, восьмерка уже призовые. То есть, кто у нас восьмерка будет, уже призы получает. И я планирую все-таки в восьмерку. Это надо попасть. Дмитрий по итогам партии попал в восьмерку, заняв пятая-восьмые места и набрав 60 очков. Ввиду высокой явки спортсменов, параллельно турнир прошел на двух площадках. В первом и третьем шаре. Все партии были сыграны одним днем. В итоге первое место досталось нижнекамцу Тимуру Исмаилову. Второе место занял представитель Уфы Павел Борисенко. Третье место завоевали Александр Киселев из Самары и Ольга Якушкова из Казани.